Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сейчас я хочу познакомить вас с одним из интересных сценариев, который мог бы стать второй серией к фильму «Кавказская пленница». Вот и расстались Нина и Шурик. Он в сметенных чувствах, она счастливая от случившегося с ней приключения. Но жизнь продолжается, возникают неожиданные повороты. Нина вернулась домой в Москву и однажды вечером решила рассказать родителям о своей поездке к дяде Джабраилу, двоюродному брату и ее маме. Все собрались за чаем, и Нина с улыбкой начала рассказывать о гостеприимстве и заботе дяги о ней. И эта самая забота выражалась в том, чтобы ей удачно выйти замуж за хорошего, доброго человека, пусть даже немного старше ее. Зато человек был при высокой должности в районном руководстве. Рассказала о том, как ее будто бы похитили какие-то веселые люди. И далее о том, что ее будто бы спас и освободил студент по имени Шурик. Родители слушали ее, переглядывались и улыбались. Как это интересно и очень знакомо. После ее рассказа говорить начал папа. И он поведал такое, чего она, его дочь, не знала, что потрясло ее, и чего она никак не ожидала и представить не могла. Два десятка лет назад он тоже был в тех краях, будучи студентом. Почти месяц жил у добрых друзей и познакомился с девушкой, тоже студенткой. Им было интересно гулять по окрестностям городка, в горах и по берегу реки. Они понравились друг другу. Это видели его местные друзья и то ли в шутку, то ли в серьез говорили, «Увози ее с собой». А ее двоюродный брат даже предлагал помочь в этом. Просто так уехать с ней в Москву было нельзя, по местному обычаю. Вот если ее похитят, украдут, ее честь будет сохранена. И все станут довольными тем, что заяц станет москвичкой. Через несколько дней все и было исполнено. По взаимному решению и ко всеобщему удовлетворению. Потом ездили в гости к новой родне. А затем и Нина родилась. Посмеялись они над такими интересными поворотами судьбы и решили помочь дяде Забраилу и его шефу выйти из этой некрасивой истории с наименьшими потерями, но с достаточным опыта, приобретенным лично. Они же, по сути, не хотели причинить Ниней никакого зла. Просто не подумали о том, что времена стали другими и старые обычаи уже не годятся для современной жизни. Папа Нины Александр Михайлович нашел хорошего адвоката, который обжаловал решение суда первой инстанции. И все участники тех странных событий разъехались по домам. А наш знакомый студент Шурик встретился все же с Ниной. Ну, как со старой доброй знакомой, и не более. Точнее, что с ними произошло, осталось в их жизни как маленький приключенческий эпизод. После окончания учебы и получения дипломов они разъехались по направлениям институтов по разным городам, создали свои семьи и живут, как все советские люди, спокойно и уверенно. Продолжение следует...